ну начнем с малого да познакомлю вас с живым комплексом переделки на ближнее в данный момент вы можете увидеть как выглядит площадка для выголов собак а плюсе то что она закрывается на замок и можно даже большого бультерьера снять наморник снять ошейник пускай бегает находимся мы сейчас первой фазе она у нас состоит из монолитов неплохо сделано озеленение красивая инсталляция видео сугробов снега даже скорее лед и так данное видео подходит для моих соседей да сейчас хочу показать вам свежий дом который ввели в эксплуатацию у нас имеет дом номер 14 ну заодно можно увидеть во что превращается снег если его долго не убирать вот молодой человек спрятал свое лицо правильно делает хотя может быть он разыскивается интерполом как особо опасный плюсе да достаточно хорошие детские площадки интересное решение да в этом отношении все хорошо вот у нас например детский садик к сожалению мест несмотря на то что владимир михалыч меня является льготником да вот у нас нет потому что набились более старшие детишки вот так радуется чего-то снимают хотя я примерно делаю то же самое это много сегодня выходной даже вот лед есть сейчас надо будет связаться с клинингом и попробуйте поинтересоваться по какой причине у нас до сих пор таких количествах лед лежит уходя количество не столь криминальное но все-таки до быть не должно вот он тресловутый 14 дом где мы сейчас будем смотреть что он из себя внутри представляет руки замерзли все ужасно есть одна вещь которую я не понимаю видите вот подъезд по проекту считается то что вот этот вот козырек этого достаточно да то есть каким образом ходить здесь да уже видно дочки понакиданы становится немножко непонятно ну попытались они спасти почтовые ящики которые вот так вот выглядят эти вопросы до окончите снялась и сколько у вас так итак начнем знакомиться с домом он сразу возникает вопрос а вот этот кнопка которая по идее должна отключать домофон да то есть вот есть кнопка штатная но не домофон а магнитный замок отключающий а это аварийный то есть если произойдет беда выбить и отключится электричество поэтому просто не понимаю как туда дотянуться как об этом должно запахнуть и для чего нужно вот это опять же непонятно сплошной проходной двор а уж какой-то итак давайте посмотрим что находится внутри а в отличие от башен первой фазы да мы видим что предбанник очень маленький да и возникает вопрос почему проектировщику детстве руки не оторвали да потому что например заходя сюда с коляской да ну надо понять коляска заходит сюда и каким образом открывать дополнительную дверь становится непонятно проектировщик не неправильно выбрал себе профессию не понимает он в этом абсолютно но что у нас из себя представляет первый этаж за раздвиженными дверями прячется электрические щитки это называется опечаток тема печатано что опечатано непонятно просто бумажка здесь опять же они не учили то что раздвиживую сделать у них не получится они взяли раздвижную дверь посадили на ферме причем когда все дело вколачивали еще и попортили ошибки интересного здесь ничего нету есть да вот такой вот прикол на краба надеваются заглушки то есть просто подключиться к телевидению не получится сначала заключить договор а после этого уже может подключаться пожарные рукава у нас на первом этаже отсутствуют на грубейшие нарушения надо будет управлять компанией поинтересоваться куда делись пожарный рукав вот это вот предполагается должно быть похоже на травку давно блестеть вместо этого но какой-то страшного и металлический радиатор давайте посмотрим что из себя представляет грифтель красивые птицы только давайте с верхнего этажа начнем будет это у нас вентилятор принудительно видимо его включили вот он у нас в грузовом лифте работала только вот эта вот лампочка там приятный полумрак да при всем при этом как разгружать большие веса надо понимать это новостройка люди завозят тоннами строительные материалы как они это будут делать абсолютно непонятно пассажирский лифт убьют есть только а в доме мы видим 22 этажа чуть пониже чем предыдущие да тут выглядит верхний этаж точно также здесь закрывающиеся двери украденные из двери глазки отсутствующие пожарные рукава я удивился почему такая маленькая на самом деле 2 на в этом отношении все хорошо какой-то все немножко пошаткано если честно давайте посмотрим что из себя представляет общая лестница здесь у нас мусоропровод мусоропровод у нас в данный момент закрыт но скоро его должны открыть пожарная сигнализация доводчик снят никто его назад не поставит давайте посмотрим красота а ну вот еще видите минус какой получается балкон прям вот можно дотянуться немножко как-то это по моему неправильно также я не понимаю вот этот кусок доски здесь делает но зато мы видим красота а также летящий самолет вот это скоро откроется детский садик а вот это левее то что ближе это достаточно большая школа и чуть дальше еще один детский садик там где вы видите кран это у нас строится седьмая фаза дома вдалеке это одинцова как-то она по моему ближе даже стало то ли мне это так кажется а вот еще один действующий детский садик первой фазе прямо между домов не знаю различимы или нет там достаточно большой водоем с ним непонятная история то его засыпали то отдали федералам то а заповали застройщик в общем пока непонятно что с этим будет мусор то мусор то да ну и вот у нас опять второй балкон да вот берешь перелезает опять же да корзина для кондиционера в двухкомнатной квартире одна корзина да кондиционеров нужно например два что делать как быть непонятно какая серьезная штуковина давайте попробуем подняться выше посмотрим что у нас с тех этажом галеные провода две шахты судя по всему две шахты и по непонятной абсолютно причине открытый выход на крышу кто его оставил открытым абсолютно непонятно но давайте пользуюсь случаем посмотрим что здесь происходит пока не прибежал никто из управляшки мы это попробуем сделать грубейшее нарушение открытое двери ведущие на крышу да большой вопрос кто сюда может полезть но зато я смогу вам полноценно сделать обзор вот там впереди огромная ну не которая ближе а которая дальше огромная куча это свалка саларио там жилой комплекс строить начинают вот здесь ведущиеся работы это строится метро по идее в следующем году должно вылезти а чуть дальше малоэтажная ерунда это ЖК Рассказово и где-то здесь через лес у нас будет при реконструкции строится новая трасса а там вдалеке большие дома это град Московский скользко можно залезть даже повыше но особого смысла я не вижу вот так чуть лучше стало видно водоем вот собственно говоря все посмотрели а теперь представьте как страшно сделать вот так вот высота хоть и не 25 но высоковато скользко скользко до ужаса чуть не упал вот опять же не понимаю каким образом можно оставлять такие трубы открытыми они по идее должны чем-нибудь накрываться как у нас выглядят открытые трубы и вот как у нас выглядит солнцевый парк и так покинули кирпичи не нужны? а то если что есть наверно вот туда в людей кидать они как раз без козырька другого предназначения данных кирпичей я не вижу ну давайте наверно дальше квартиру посмотрим что из себя представляет ну вот примерно что из себя представляет квартира вот такие вот дверки ох ты ж смотри-то как жарко а еще давайте покажу видите пятно когда на датчик сверху сработало эти пятна это уже первые потопы три потопа два прихлопа из того что я не могу понять в одной у зоны 16 ампер и два 10 амперных автомата плохо два ну вот в такой вырез ну щиток не уместится да то есть это вырезали чтобы мы не пилили потом сделали бы вы нормально да там здесь вот маленький канал а здесь что небольшое то есть как вот умещать щиток непонятно в остальном же ну давайте пойдем с дальнего конца вот так вот выглядит комната наверх как раз при всем при этом я не совсем понимаю что прячься за этими пеноблоками очень интересный вопрос надо наверное будет посмотреть а уж как-то бетон закончился пеноблоки появились значит поняту у нас идет горизонтальная обозка которая приходит на радиатор радиатор надо в срочном порядке повесить датчики а не датчики а терморегуляторы иначе на отопление разорился вот такой вот вид из окна на данный момент как он изменится пока непонятно по идее это предполагается как спальня а вот здесь я подозреваю необходимо включить фаналик может что-то что-то там шоркается вот так вот по идее видите здесь стоял с водой здесь канализация здесь полноценная должна быть ванна ну возможно с туалетом может быть с умыванием в принципе можно без туалета потому что есть дополнительный стояк да и здесь предполагается непосредственно туалет но опять же умывание здесь вполне уместится ну либо там битэ гигиенический душ уж не знаю кому что вторая комната более большая она 20 с лишним квадратных метров эта стенка опять же является боковой поэтому добавляется еще один радиатор хотя толк с него кровать не поставить телевизор не повесить но некоторые неудобства от этого возникают профиль кстати смотрите рихауский да достаточно хороший здесь уже окна идут с обратной стороны у нас идет ламинация чтобы все это дело выглядело вот таким вот образом на этом кругу возможно дрифтовать всякие заднеприводные в хорошем смысле этого слова это видимо какой-то замочек от открывания от взлома что ли не знаю я что это точно вот обдобы скатаются все симпатично метро будет близко обгонная компания софт ужасно жарко вот вот крайне необходимо все это дело открывать проверку кухня вот как ни странно квартира под 70 квадратных метров а кухонька маленькая вот там вот ужасно по-моему маленькая она вот так вот выглядит разводка отопления в этом случае потому что перезанта счетчик который считает белоковой и следовательно ты потом в дальнейшем оплатишь только за собой потребленное вот этого я не совсем понимаю по идее вот это должна быть заглушка а здесь наверное я что-то не понимаю стравливать давление что это ну и не суть не разбираюсь а в этом нечего давать свое предположение вот так выглядит балкон следовательно окна оцелевают все дело начинает капать и вот то что я категорически не могу понять то есть вот здесь вот может быть там ну абсолютно что угодно и видите внизу да мама может с коляской идти а ей что-то отсюда может быть специально либо нечаянно вопрос да так наверное в это окошко неправильно будет смотреть здесь корзина мы посмотрим вот в это окошко тоже большой вопрос вот видите слева под плиткой пустота вода какая-то набирается ну то есть да в легкую какой-нибудь там средних размеров камушек и он летит прямо вот ровно на лестницу выходящих внизу по-моему это категорически неправильно внизу должен находиться козырек который будет спасать от прилетающих предметов сверху возможных предметов сверху вот не могу понять почему пеноплог погрызанный но и здесь вот такой вот в остальном ну особо каким-либо дефектом не придирались ничего такого прям вот страшного не заметили вроде как все нормально все хорошо на этом я думаю обзор нового 14 корпуса можно заканчивать если вдруг у вас посмотрите какое интересное явление птички куча если у вас вдруг возникают какие-то вопросы вы что-то хотите уточнить там получить видео ответ просто письменный ответ вы всегда можете написать комментарий к этому видео ну либо постучаться ко мне в группу вконтакте все-таки соседям мы вот чтоб у человека который написал про веслоуш трехногого Ивана совесть проснулась и он больше не писал в чужих квартирах всем всего и и все-таки и и Субтитры сделал DimaTorzok